Вишня 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 И получается так, что у меня 27 лет, она действительно, я уже несколько сухих веток отрезал. Она еще плодоносит, но уже дает где-то 5 раз меньше, чем плодоносила. Ну, то есть на издыхание. Я пару раз реанимировал, делал я обрезку на омоложение. То есть вот это неправильно. Это просто человек написал кто-то, что 10 лет, потому что я в Москве видел 2 вылочные вишни, когда ходил по садам и удивлялся. Ну, вы представляете, берут вот такую вишню, вот она где-то рядом, да, и делают их штамп. Но чтобы сделать их штамп, нужно взять, выпрямить какую-то центральную ветку, а все это уничтожить. Потому что если человек прочитал, что на высоте метра должна быть голая эта, значит, он так и будет. Вот не та фотография, но мы же еще не по сей день живем. Дальше. Заготавливаете у чиньки свои сладкость, скажем, с пилой вишни? Нет, не заготавливаю. Дерево старое, самое сладкое, своей. Вот. На ней это надо опять делать омоложение обрезку, тогда выбросить побеги. А так как у меня их никто не заказывал никогда, значит, я вам и ответил, не заказываю. Тогда, значит, что? Я вам предложил другой вариант. Когда вы с нее же берете у меня косточки, разброс по качеству будет, не всякого сомнения. Я это проверял на чужих садах. Возьмут, садят, чтоб 10 от жадности. Для всех 10 разный сахар. От чиса сладких до чиса кислых. Значит, покупаете у меня 20-10. Вырасти, они хорошо всходят. Ох, у Сергея это. Это ладно, вот этот. У него еще есть там два участка. Помните, я показывал? Не хочу возвращаться вверх. Войночная вишня. Вот скорее... Еле уже показать. Ну, короче, вы видели густоту? Это всхожесть такая. Все всходит. Ну, и растите. Ну, посадили через 10-20 сантиметров. 10 сантиметров это два спичного коробка по длине. Ну, и что? Ну, и пусть себе растут. Может, не все взойдут. Уже тогда не 10 будет, а 20. А если из 3-х 2 не взошли, в собой неудачник. Вот. Значит, тогда 30 сантиметров. Там, вот, между ними, 15 сантиметров. Ну, и пусть себе дополнение по себе растет. Ну, проредите, друзьям подарите. Отстанет пересаженный в росте. Но уже через 3-4 года попробуйте первые плоды. Что здесь происходит? Вся страна уже должна быть ей забита. У меня вон ее сколько, несколько этих косточек лежит. Да я много не заготавливал. Ну, если я заготовил там тысячу, ну, может быть, штук 200 продал. Ну, кого-то. Смысла нет. Ну, почему? Ничего не понимаю. Замерзнуть невозможно. Мне это... Они не замерзают вообще. Если их опять не заглубить. Вот это... Молодец, что поинтересовались. А, вы заказали. А, вы у меня и заказали. Вот почему вы заинтересовались. Так. В общем, ладно. Поехали дальше. Ну, это все еще про низкие штамбы. Еще раз рекламирую лак-мластику. Дело о чем. Я нашел эту фотографию. Ну, готовился. Воткнул первый попарше. Почему? Объясняю. Значит, это учебная моя фотография. Почему? Потому что наш друг... Где-то тут должна... А, уже было в том этом. Наш друг Далматов. Он изобретатель. Он прекрасный садовод. Вот. Но кушать-то хочется. У него даже компьютера нет. Я прикажу возможности. Вот пытаюсь про рекламировать. Вот. Ладно. Прекламировал. Вдруг он у меня звонит. Говорит. Как будто чувствовал. Костеньев представляешь. А я же... Вот показываю, да. Вот одна... Это та самая болезнь. Мне в голову не приходило. Ну, ладно. Я как использую. Я вот когда отрезаю вот так. Торцы зимой на морозе замазываю. Это я говорил всем. Больше я не применял. Даже от мышей не применял. Кто-то от мышей говорит эффективно. Кто говорит рано залезет. И вот он говорит. Упоминая вот эту болезнь, видимо. Он говорит. Примерно такая же по описанию. Это я нашел. Это самое. У нас тут рядом. Ой, я потом отдельно расскажу. Может, вообще не успею. Но это ладно. Где я был, что я снимал. Вот. Облизнулся. А сейчас это зараза. Вот этот участок на продажу выставили. Ой. А денег нет. Ну, ладно, поплакать потом. Итак. Он говорит так, что я беру. Вот просто так. Вот просто замазываю. Все. Проходит время. Кора отпадает. А дальше чистая кора. Хотите верьте, хотите нет. Но мужик серьезный. Заказывайте. В тех вебинарах есть. Вот тут что-то не догадался. Надо было. А вдруг я возьму сейчас на зло. Ох, это долго. Ладно. Вот это вот фотографию. Я уже начинаю пропускать. Не удивляет. Внимание. Саиногорск. Видели? Но это грамотнейший человек. Ему тоже кушать хочется. Я знаю его прекрасно. Саженцы прекрасны. Почему он листья не ошмыгал? Нет. Я не знаю как. Отрывал каждый ногтем. Или, скорее всего, этими. Как парикмахер чикал. Он оставил вот эти. Я вам потом покажу, где вот так вот проводят. Знаешь, рукой. Понятно, да? И возле каждой почки. К чему я столько времени клонил. Страшная рана. А этот человек, который пишет про это. Он хоть понимает, что он творит-то? Что рана и просто, даже просто, если бы каким-то чудом не было бы рана. Но не вызрело вот эти почки. Они не вызрели. Не вызрели. Им еще, может быть, месяц надо. Видите, еще зеленые листва рядом. Еще осенью-то не пахнет. А продавать-то надо. Кушать хочется в августе, в сентябре. Даже в Сибири еще ничего нет. Ни один лист не пожелтел. Почкам еще вызревать и вызревать. Но он же все. Это уже урод, калека на всю жизнь. И вот говорю, я говорю. А вот этот самый журнал, послал мне фигушку, показал. Сказал, может, печатать не будем. Вы нас, как он сказал, поливаете грязью. А я всего лишь, вот сейчас это типа того. Кто-то увидит, оказывается, следят, да. Кто-то увидит вот это вот, скажет. Вы меня с грязью поливаете. Но вы же думаете, что печатать-то? Фамилию не называл. Название журнала не называл. Вот и все. Думаете, что печатать-то? Там сейчас было написано, что это яблони. Ну ладно, уже не буду придираться. Перебор. А вот-вот-вот-вот-вот. Включаю это самое. У меня закончился один фильм. И сам включился другой. Так интересно устроен YouTube. Я смотрю, глаза мне вверх. Привил почкой. Прекрасные саженцы. Прекраснейшие. Это я прям с экрана сфотографировал. Ну что ты делаешь? Где у тебя мозги? Ведь это же тот самый, который пишет 25 градусов, придем и растут персик. Ну у нас же, это самое, не Одесса, не Крым. Мы же тоже хотим кушать персики. Ну, взял вот это, подрывал зеленые листья. Все, что я говорил, вот это вот. Это все относится. Еще страшнее, потому что он это делает и, знаете, как рукой проводит. Трэм. Вот они рано. Ну. Ну ведь люди же, как? У меня 2000 просмотров за два года. А у таких 200 тысяч, 300 тысяч. Ну что это такое? Вот он, пожалуйста. Что оставил? Вот, говорит. Правильно? Ну, как будто он прочитал эту статью, да? Видели? Оставляем 30 листочков. За каким хреном вашему, этому самому, вот это вот штаб? Это же прививка. Это почка привита, которая являлась боковой веткой. Ну вы чем думаете-то вся? Вся орда эта. И те, кто мне написал с этого, Минсельхоза, что это ваше личное дело. Это надо так, чтобы, как Сталин бы, если бы расстрелял бы руководство, сказал, до сих пор в стране нет ничего. Импортом травимся. Тут же бы прибежали бы это, разбираться. Вот, что такое настоящее садоводство. Вот, что такое настоящее садоводство. Если бы я трумкал бы, как это, ну. Вот эта почка, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это берется на это. Как можно из него штамп-то делать? Растет бок, да и хрен себе пусть растет половина России. Или распластывается. Не обязательно, что на бок. Можно вертикально, но распластывать. Вот питомник. Единственное, Россия на морозе ночует, зимует. Это я вам показывал. Это для себя. Ну. Картонные коробки, друзья, они играют очень-очень важную роль. Сыграли в моей жизни. Когда я на них перешел, у меня перестали сажаться вообще умирать. Ну, далеко не возили. В пределах, ну, до Красноярска, не дальше. Но в Красноярске уже по пути даже частично вот так вот, земля. Ну, ком, да, мощный ком, вот типа того. Понимаете? Ну, вот длинная перевозка, он все равно мог развалиться. И все равно саженцы, вы видите, какие ветки длиннее отрезаны. Вот. А людям хотят, вот, а это было где-то полтора моих роста, вот здесь. Так? Вот. Им подавать готовую крону, но не считать с этого начнется дерева. Не начнется, а начнется, начнется загибать. Загибаться начнется. Вот. А вот так вот, как я делал, да, если, допустим, мало земли, я все равно подсыпал. Люди возили. Некоторые говорят, я могу посадить через неделю. Я им еще больше земли засыплю. Вот. Умереть невозможно. Невозможно. Понимаете? Вот. Осень. И я уже только если вот такой мощный ком. Так? Но это еще не все. Предпродажи, подготовка включают, реклама. Где вот такого найдете, да? Сами видите, это конец августа, начало сентября. Лист даже в Сибири еще зеленый. Так? И важнейшая функция листера, но все равно корни нарушены. Вот. Осенью всегда, я говорю, чтобы не заморачивались, 50% отрезать. Вот. И отрезал сам. Уговаривал, молял и отрезал. Когда лист падал полностью, так, посылки, естественно, все это вытряхивалось. У меня даже фотографии есть, хоть со слезами на глазах, когда ком отряхивал. Ну, ради того, чтобы всунуть куда-нибудь. Вот. И без листьев, но есть и сухая, ой, есть и уже без ком из земли. И я вот на этих вот они, коробке, это еще подвезли, ну, еще не пересажено в коробку, поняли, да? Подвезли на тележке. Вот пересаживаю коробку. И вот с этого момента пошла моя слава. С этого момента, который противостоит вот этой дури. Вот этой вот подлой, предательской вот этой дури. Вот этой дури, вы поняли, да? Я не знаю, мне никто не учил тогда не ашмыгивать, не делать из боковой ветки. Почка, это на боковой ветке. Вот показывай, показывай, показывай. Если уже выпрямили, то надо сделать так, чтобы она была, хотя бы ее потом, чтобы эта почка родила вот эти почки. Вот так вот, и она дает боковой ветке, понад земля распластывается. Ну, вот примерно так. Видите? Не болтун. И, повторяю, ничего никогда не замерзает. Вот, приходит весна, рассылается. А чтобы кто-то сказал, вы пристали здесь сами, с вами мертвые. Или хотя бы пять или три. Такого сроду не было. Вот. Коробки для вас важнейший момент. Приготовили, и начинайте обзванивать питомники. Мы хотим приехать. Мы хотим, вот ваши телефоны, вот питомники. Мы хотим приехать. Позвольте нам выбрать прямо питомники. Мы выкопаем сами. Вот. Вот здесь я должен был большой, знаете, я набрал один раз кукиш, слово. Ну, в этом, в Яндексе. И передо мной столько кукишей, выбирай. Я в одном пункте как-то кукиш, но не вам, а им. И тут надо, когда вам скажут, они вам должны прислать кукиш большой-большой. Хрен вам приезжать к нам, еще не хватало. Вы еще будете копаться. Берите, что дают. Вот. И за пятьсот километров. Вот так вот. Ладно. Полюбовались. Вот это реклама. А сейчас, конечно, уже этого нет. И завозить. Правильно написал? Из-за рубежа. Ну, черт им это. У тех же себестоимость 10 раз ниже. Это как конвейер Форда, да, там, каждый по одной детали присоединяет к машине. А теперь представим себе, что у нас один средство полностью соберет автомобиль. Представили, да? Там несколько десятков тысяч деталей. Там тысячи работников, каждый свой маневр. Вот так и там. Там так саженцы выращивают, а у нас вот как Сергей. То есть один собирает весь саженцы. Ну, с помощником. И вот разница. Вот тебе цена. Но все равно лучше два мертвых, чем Сережин живой.